Всем привет! Это проект «Стилист Кубе» и сегодня с вами я, Елена Олещенко. В прошлой программе номинантами на вылет стали два человека и сегодня мы узнаем, кого выбрал зритель. Здравствуйте, дорогие участники! Итак, я вскрываю конверт. По результатам зрительского голосования Полина Аза опередила Марию Занько на 0,8%. Это выбор зрителей. Однако, благодаря мнению стилистов, Мария Занько вырывается вперед и Полина Аза, увы, покидает проект. Да, я безусловно сильный соперник для девочек и, скорее всего, они испугались конкуренции и просто меня убрали. Ну что ж, а мы начинаем новое испытание, которое называется «Битва друг против друга. Лицом к лицу». Мы разбили вас на пары и каждые определили стиль. Ваша задача на сегодня не только быть лучшим в паре, но и создать образ заданной стилистики. Внимание! Лучших мы определим фавориты гонки, а худшие станут номинантами на вылет. На задание у вас один час. Итак, Елена соревнуется с Удуардом. Ваш стиль бельевой. Ксения против Наталии. Ваш стиль спортивный шик. Богдана и Ирина. Вы делаете образ Color Block. Анна и Мария. Ваш стиль деловой. Желаю удачи! У тебя очень сильный компрент. Как ты будешь его побеждать? В чем твоя фишка? Как ты думаешь? Ксюшу как я буду побеждать? Ой, не знаю. Мы, если честно, Ксюха немножко похожи, поэтому мне кажется, это будет интересно, как мы будем друг друга побеждать. Аня, тебя не смущает, что вы в одном магазине с твоей конкуренткой? Да нет, конечно, стиль-то один. Стиль один. А как вы будете различаться? В чем будет фишка именно твоя? Моя будет в яркости. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. А это правда, что Эдуард тебе уже гадости наговорил? Да не, конечно, нет. Какие гадости? Это все так. Шутки, пляски. Ничего особенного. Просто говорить, сегодня дадим бой и серой безликости. Ну, нам тут сказали, что ты что-то там... Нет, нет, это неправда, это ложь. Это ложь, не верьте никому. Ты не веришь, что ты не делаешь, не подпиливаешь каблуки. А это все интриги и провокации. Это провокация. Я просто не хочу на камеру. А что он сказал? Ну, просто он был очень недовольен, что это я и так далее, что все такое. Понятно. Он, наверное, думал, что мы в паре будем. Говорит, не пойду к тебе. Так вы в паре. Я боюсь женщин. Не подходи ко мне. Вы друг против друга. Да, мы же друг против друга. Он очень красиво, как это сочетается. Время прошло. Наши участники собрались. И мы перемещаемся на подиум. В состав жюри вошли Ольга Чугаева, практикующий имидж-дизайнер, преподаватель. Считает, что стиль – это способность отличаться от других, быть уникальным и естественным. Андрей Застровский, имиджмейкер и режиссер, автор тренинга «Психология имиджа». По внешнему виду может составить психопортрет человека. Елена Олещенко – искусствовед, организатор Long Fashion Weekend, дизайнер бренда Ермаковишна. Когда я услышала задание, в моей голове сразу возник образ в стиле 20-х годов, в стиле арт-деко. И я намеренно не использовала детали бельевого стиля, откровенные. То есть никаких сорочек и бюстгалтеров поверх одежды. Потому что я хотела создать более вечерний и применимый к жизни образ. Я не стал останавливаться только конкретно на этой тематике. Я привнес немножечко восточного шлейфа. Я добавил челму, аксессуары, плащ. Потому что все-таки бельевой стиль – это какие-то легкие элементы эротики. Но мне захотелось это прикрыть и сделать из модели загадку. Спортивный шик – он очень многогранный. И увести его можно в разную специфику, можно сделать романтичным. Можно смиксовать его с классикой. Вот я пошла по второму пути. Потому что мне интересны вот такие сочетания, которые потом можно разделить. В чем плюс данного костюма? Его можно носить по отдельности. То есть можно также создавать разные образы. Спортшик, смарт-кэжуал. Брать, например, красный костюм и одевать его к джинсам обычным. Либо брать эти брюки красные и одевать его даже с джинсовой рубашкой или просто с белой булоской. Все, что мы можем носить на улицах города. Спокойно и свободно. Все, скажем так, в моем стиле, что можно носить на улицах. Это потрясающая жилетка. В жилетку я влюбилась изначально. Я ее увидела в самом начале, но купили мы ее только в конце. Ну и, конечно же, так как девушка молодая, она будет ходить по делам, на учебу, на встречи всевозможные. Поэтому постаралась максимально комфортно в обувь. Мой образ восточной, милой, нежной девушки. Моей модели всего 13 лет. Мне было в этом сложно ее одевать. Но восток это дело такое тонкое и закрытое, поэтому мне было в этом как раз таки легко. Я для себя выбрала образ Free Friday. Это свободной пятницы все-таки. Когда некоторые ограничения снимаются, человек может себе позволить немного больше, чем в обычные дни. Мне очень нравится тенденция этой весны и лета триколор. Ну, она очень патриотичная. То есть это сочетание чистых цветов. Белого, красного и синего. Без каких-то примесей. В этом образе я постаралась соединить деловую часть и активную такую городскую жизнь молодой девушки, которая работает днем и утром в рекламном агентстве. А вечером она встречается с друзьями и выглядит прекрасно. Приятного аппетита. Эдуард, смотря на твою модель, у меня была гипотеза по поводу твоей компетенции. И ты всегда идешь по лезвию ножа. И первое мое впечатление было, ой, как круто. Вот прям попал четко, совершенно. И как только модель сняла верхний плащ, я понимаю, ну вот это его Эдуард во всем как бы. А зачем вообще халатик-то нужен был? Для чего? Это не халатный шик. Вообще, что такое белевой стиль? Должны присутствовать элементы эротики, но это не должно быть пошло. Мне захотелось добавить восточной нотки. Для меня лично сорочка, она показалась очень короткой. Я решил ее разбавить халатом. Я одел плащ, я одел чулму. Я создал вот эту загадку. Ответь на вопрос, зачем здесь этот халат? Вот когда была сорочка, комбинация, и вот этот плащ, это было круто. Это был реально секс. А плащик сняли, и оказалась домохозяйка. Хорошо, а вы как считаете? И еще вот эти вот бигуди были бы по этой чулму, и все. Да. Почему? Образ разрушился моментально. То есть, чересчур такое масло масляное было. Как будто бы она от любовника сбежала. Я как раз таки не хотела использовать откровенные детали бельевого стиля. То есть, это сорочки, которые сейчас повсюду. Я не хотела использовать бюстгальтера, которые надевают поверх футболок и так далее. И я попыталась найти какой-то стиль, который был в истории моды, который, в принципе, совпадает с бельевым стилем. И у меня сразу возник образ арт-деко. Твой образ подходит для какой-то тематической вечеринки, однозначно. Пришли, купили аксессуар, платье, все. А здесь все-таки идет в контексте жизни. Тогда, когда я могу с этим образом выйти на улицу. И здесь было не попадание, на мой взгляд. Он более такой театральный, да? Театральный был. И больше, наверное, какой-то это кабаре, да? И вот когда вот на него смотришь, где-то, ну, такой микс сделали. Смиксовали великий Гэтсби, да? Что-то там 20-е, 10-е. Вы так вот намиксовали, намиксовали. Но вот бельевой стиль... Вот я сразу вспомнила коллекцию 96-го года Джона Гальяна. Вот, но вот прочесть, что это чисто бельевой стиль, если с точки позиции передать эпоху, дух той эпохи, которой вы говорили, у вас получилось. Но это не современный бельевой стиль. Ксюш, зачем жили мячик? Ну, вообще, у меня просто специфика работы с видео связана. И в видео всегда необходим элемент, который докажет, собственно, какую-то тематику. Вот поэтому каждую программу у меня, у модели есть какой-то предмет, который дополняет ее образ. А то есть вы хотите сказать, что без мячика бы не читалось бы, что это спортшип? Нет, почему читалось бы, но просто это как вот моя особенность стилистики. Хорошо, если у вас не было бы мячика, да, я в реальной жизни не пойду с мячиком по улицам города Челябинска. Какую сумку я возьму к этому образу? Можно такую же яркую, как был мячик. А почему не взяли ее? Ну, вот мячик... А потому что это сложнее найти. Мячик проще. Ну да, вполне возможно. Мячик проще найти и свести с кроссовками. Ай да я, ай да молодец. А вот сумку найти, это сложнее. Наташа, а можно вам задать вопрос? Вот мы костюм можем отнести к спортшику, вот я бы его отнесла бы, к деловой бы как-то. И одела с кроссовками, вот там у нас есть кэш, вот к деловой лук, вполне можно было. Пятничный. Да, пятничный, легко. Но скажи мне, что это спортшик, то что я одела кроссовки, вот я сейчас тоже сижу в кроссовках, но я не в спортшике одета. У меня вообще была другая задумка, но я не нашла брюки. Видишь, вы на разных планетах, блин, четкая задача, почему не идете по этому заданию? У меня совсем другая была задача, мяч взяла, потому что я в другом проекте участвую. Ну на самом деле мне вот сейчас важно узнать ваше мнение о другом. Вы видите обе работы, чем они отличны? Они очень похожи. А есть какое-то вообще отличие между ними, девочки? У тебя даже сейчас спортшик намного интереснее, вот на тебе. В понедельник куплю карту фитнес-центр. Начну тренировки, схожу на спа. Так начни прямо сейчас. Вместе с Цитрус Фитнес к успеху. Телефон 220-33-33. Внимание, интерактивный конкурс для зрителей. Сделай фото на территории ТРК и пришли снимки на почту. Каждую неделю самого стильного участника ждет приз. Сертификат на покупки в ТРК Куба. Это стиль, который предполагает смешение ярких нескольких цветов. И в идеале это деление на геометрию. Самое главное, нужно, чтобы был ведущий какой-то основной. То есть оттенок, цвет, да, и тогда будет все гармонично. И какой у тебя углей в мотивах можно назначить? У меня была модель, я на нее посадила Восток, потому что я ее увидела восточной красивой девочкой, которую хотела усилить Востоком. Нужно было закрыть все. Вы прямо в тенденциях идете, прямо переверните их лет наш на 5-7. Ну Восток, да, он будет сильнее и сильнее. Это же политика, это все будет ярче. Золото, да, да. Ну, если честно, могу сказать, положая руку на сердце, мне безумно понравилось. Я не могу сказать, что мне не понравилось. Нет, понравилось. Почему вы защитите свой образ? Да, на самом деле нет. Почему? Потому что мне самой ничего не понравилось. Что не понравилось тебе? Мне не понравилась обувь, которую я подобрала. Мне понравилась. Обувь, да. Она не понравилась или понравилась? Не знаю. Нет, вам обувь не понравилась? Нет, мне сама обувь, она понравилась. На красивого цвета, на правильной форме, да. То есть, но мне не понравилось то, что сочетание два желтых цвета. Так это же вы делаете. А зачем гипюрчик? Вот зачем гипюрчик? Гипюрчик вот это для чего? Это самое страшное. А зачем вы его тогда, если вы это понимаете? Если честно, я искала верх и, к примеру, там, юбку, да, правильной длины. То есть, ну, чтобы оно сочеталось. И у меня образ был, он абсолютно другой. То есть, это красный, зеленый. Я хотела туда же добавить желтый, да? Да, да, да. Лучше, чем вот этот черный гипюрчик. А туфли, кстати, обувь классная. Вот вам за обувь и сумкой, и на девочке на это. И вот согласно ее стеническому типу телосложения, это смотрелось просто перфектно. Вы начали за здравие, но закончили за упокой. Была такая классная вот обувь, вот этот жилец. Если честно, потом в голове у меня было вообще все по-другому. Ну, когда я начала искать, опять-таки, да, я не нашла. Моя девушка живет в мегаполисе. Утром и днем она на работе. У нее креативная работа, например, в рекламном агентстве. Вечером она встречается со своими друзьями в кафе. Поэтому ее образ обусловлен ее деятельностью, ну, ее жизнью и жизнью в целом. У меня все с пазлами сошлись, когда Мария сказала про профессию. У меня возникали вопросы, в какой профессии. То есть все-таки это какой-то рекламный? Да, да. Тогда у меня, ну, как бы, тут все сбалансировано. Здесь такая нотка ретро есть. Вот она звучит в блузке и в туфлях, да? Вот, ну, вот на мой взгляд, мне показалось, а не жестковатая ли черная юбка тогда? Мне не хватало какой-то композиции в этом масле. Я уже знаю, может быть, стрелки или какие-то сделки. Может, у тебя все-таки, в основном, я не знаю. Ну, губы у нее тут как раз было, детали. У Маши круто получилось соединить несоединимое, и чего наши женщины у нас впадают чаще всего в крайности. Либо такая вот мадам Калугина, получается, либо мы вся там в розочках, в рюшечках, ну, в общем, обнять и плакать, да? А Маша попыталась, может быть, не совсем где-то чего-то с какими-то шероховатостями, но попытка, не пытка, но вот это свести, вот это такой дуализм. За это респект. Спасибо. Анна, чем занимается ваша модель? Какое дело? Моя модель девушка молодая, я думаю, что она не на пике своей карьеры, а только в начале своего пути карьерного. И она в Нединой России. Вот, сейчас про это я расскажу. Я увидела ваш образ, единая Россия, еще бы значок. Один из популярных трендов весны-лето 2016, триколор. А я все-таки настаиваю, что он российский. Да. И вы еще, может, заметили, нет, то есть я использовала аксессуары в стиле Шанель, то есть у нее были пусеты такие, очень скромные, как их жемчужины, кольцо, и они между собой сочетались с бусинкой на туфлях. То есть я пыталась все равно этот образ завязать, и сумка соединяла два цвета, то есть цвет туфли и цвет блузки. То есть я пыталась, чтобы это было все связано. Этот тренд возвращается, и женщины могут смело выбирать опять однотонные, ну, одного цвета сумку и обувь. После суммирования оценок в каждой паре определился лидер и аутсайдер. Итак, Эдуард, Ксения, Ирина и Анна, сделайте, пожалуйста, шаг вперед. Ваши образы сегодня стали лучшими, и сейчас мы выясним, кому же достанется иммунитет от нашего приглашенного гостя. Мне очень понравился образ Эдуарда, мне очень понравился деловой лук от Анны. Иммунитет от себя я даю Ирине. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok